Приветствую вас. Я думаю, что дело здесь не в запрете, а в том, что ваш муж и вы имеете оба личностные проблемы. Например, вы имеете все же, видимо, вот эту боль, которую, как вы говорите, вы прячете, она у вас по-прежнему есть, она никуда не делась, и очевидно, что вы так и не простили своих родных, иначе бы боли не было. Вот. И видите, какая штука получается, что муж задевает вашего отца, а он задевает вас. Вы понимаете, что вы защищаете не от себя, но возникает вопрос, а от чего вы себя защищаете? То есть, что говорит муж такого, что нужно защищаться, что говорит муж такого, что у вас это вызывает настолько сильные эмоции. Мне кажется, что с этим нужно проводить. Ну и совершенно очевидно, что у вас есть с мужем супруговская игра психологическая, которая называется скандал. Вот. И это можно и нужно корректировать, но это корректируется не путем запретов каких-то. Это корректируется путем, во-первых, овладения техникой бесконфликтного общения, вот, которому вас можно научить. Это, значит, научение выражать свои чувства, именно чувства. Прямо сомневается ощущение, что вы защищаете отца, оскорбляете его семью, все что угодно, кроме разговора о том, что чувствуете вы. Вот. И, соответственно, проработка всех детских обид, которые у вас есть. Также я увидел у вас, на мой взгляд, намек на, знаете, такую жертвенность в поведении, мне так показалось. Потому что, ну, как-то слишком, знаете, слишком смакуете вы, как мне показалось, те вещи, ну, негативные вещи, которые с вами происходили. В частности, когда ваш отец вас выгонял, допустим. В целом, я думаю, что муж, он ваш имеет свою определенную точку зрения. И она, с точки зрения, ну, как минимум, на мой взгляд, достойна того, чтобы ее принять и к ней прислушиваться. Вот. Вопрос заключается, на самом деле, лишь в том, почему ваш муж снова и снова эту тему поднимает и сравнивает ваш хотел. Ну, зачем он это делает? Для чего он это делает? Вот. Ну, и драки, так же, как и ссоры, свидетельствуют, к сожалению, о том, что вы не берете ответственность за себя, не берете ответственность за свои действия, в том числе и в ссоре. Вот. И тут, конечно, нужно с личной ответственностью поработать, потому что, вот, даже сейчас, даже сейчас, на данный вот момент, вы хотите просто решить проблему, да? Ну, как-то поставил какой-то запрет. Ну, на самом деле, с запретом, ничего с запретом не добиться. Вот. Запрет, запрет, это совершенно не та история, вот, которая может как-то, ну, помочь вам, да, запрет. Запрет, это совершенно, совершенно не та история, которая может решить ваши проблемы, как, как не может решить ваши проблемы, кстати говоря. И тот, вот, факт, что выигрывать, то есть, браки, это неприемлемо. То есть, это, на самом деле, очень такой, ну, такой тревожный, тревожный момент, вот, тревожный фактор, что выигрывать. То есть, браки, 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 это, что это? Это агрессия, вот, такая вот, может быть, скрытая, да, скрытая агрессия, например, ну, например, ваша скрытая агрессия. Вот, это, на мой взгляд, здесь тоже нужно корректировать, тоже нужно проживать. Вот, в целом, у меня такое ощущение возникло, что и у вас, и у вашего мужа есть непрожитые эмоции, какие-то, вот, обиды, вот, на своих родителей. Как результат, внутренние противоречия, вот, и как следствие выражения этих противоречий в семье. Вот, потому что, знаете, родители без оснований, да, они отказываются от своих детей на год, и потом ни с того ни с сего не принимают их обратно. То есть, как бы это, при, ну, при всем уважении, да, это проблема. Вот, это проблема, вот, и, соответственно, эту проблему можно и нужно решать. Вот, вот это не, ну, не что-то такое, прям, вот, знаете, ну, не что-то такое неразрешимо, на самом деле. Так что, вы можете обратиться, обратиться, например, к семейному психологу, чтобы, вот, специалист вам помог, вам и вашему вашему мужу, мужу, вот, помог решить ваши противоречия, трудности и так далее. Вот. Я думаю, что дело здесь просто в том, что вы не умеете выражать свои чувства, вы не умеете говорить именно о своих чувствах. Муж, вот он, например, сравнивая вас с отцов, да, он тоже, так же, как и вы, он говорит не об, ну, не об отцах. Он тоже, так же, как и вы, говорит о чем-то другом, что его волнует и беспокоит. Вот. Но вы за своей болью этого, конечно, не видите, не видите, не слышите и не чувствуете. Вот, я не считаю, на самом деле, что вы, прям, прям, вот, знаете, как, вы, прям, должны это делать, да, я не считаю так. Но, мне кажется, что, если вы хотите, ну, вот, как-то, как-то свою семью сохранить, если вы хотите, чтобы у вас все было хорошо, да, семья, вот, то, ну, тут, тут, как бы, нужно, нужно в этом направлении работать. Работать над отношениями, вот, и так далее. Вот, мне кажется, это очевидно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен. Если здесь сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго, вот, и обретения гармонии. Удачи вам.